Разные пустыни, какие-то тяжелые моменты, потому что они бывают у каждого, правильно? У каждого есть какие-то такие ситуации в жизни, которые там тяжело очень. И помощь наша, она от Господа, правильно? Когда мы правильно направим, пустыня, ну, они будут пустыней. Я сегодня тоже размышлял, у меня тоже сейчас какая-то такая пустыня, да? И это нормально, есть разные пустыни, это значит, что Бог с тобой работает конкретно. Когда у человека ничего не происходит, он говорит, у меня все так, вот как, это значит, это плохой показатель. Это значит, человек, он не ищет Бога, может, или не послушен Духу Святому, да? Потому что пустыня, это всегда Бог меняет в пустыне. И вот даже Моисей, он был такой самонадеянный, он вырос в Египте, написано, он был научен всей мудрости египетской, да? Но, и он своими силами пытался спасти, да, там, ну, народ, уже еще будучи в Египте, он там сам убил египтянина, да, и потом убежал. Но, но Бог понимал, что он так не может его использовать в таком состоянии. И он повел его в пустыню. И это, ну, окей, у него было 40 лет, не обязательно нам оставаться 40 лет в пустыне. Но он эти 40 лет, он подготавливал, смотри, он подготавливал Моисея к тому призванию, которому Бог приготовил для него. Это вывести свой народ из, от фараона, да, из Египта. И я думаю, вот этой пустыне Моисей, он ходил по собес, да, он все, он жил такой жизнью, но Бог конкретно, он менял его, смотри. И потом он был назван самый кратчайший человек на себе, представьте. Самый кратчайший, то есть самый кроткий. А кроткий, знаете, это, ну, одно из таких вот, вот, кроткий, мы думаем, кроткий, это такой вот тихий, но это не совсем, да, правильно. Кроткий, это послушный. Потому что кротость, она проявляется в послушании. Насколько ты послушный, настолько ты кроткий перед Богом, смиренный перед Богом, да. Смирение, это не просто, там, такой тихенький, ой, там, не с лишним. Нет, это не смирение, можно быть тихеньким, но внутри у тебя пункт, и ты, там, непослушный, ты не прощаешь, ты вообще, ну, ты тихий такой, да, это не факт, что ты смиренный, или там такой, да. А смирение, это послушание Богу, послушание Духу Святому, который в нас живет, который каждый день нам говорит, говорит, говорит. И вот там твое смирение проявляется. Ты послушанному или ты отвергаешь эти слова, выбираешь свои пути. И вот Бог, он трудился над моей семьей именно в пустыне. Именно в пустыне он его взращивал. Так же, как Иоанн Креститель, он тоже был в пустыне до явления своего Израиля. Он жил в пустыне. Он вообще, думали, он сумасшедший какой-то, там, питается кузнечиками, там, ходит, как дикарь, да, там, заросший весь, вместо с людьми жить, как обычно, да. Но Бог его готовил. И он услышал это призвание в сердце. И он отделил себя от людей. И он что, он был, он вообще назван величайшим пророком. Иисус сказал про него, что не было больше, чем Иоанн Креститель, а представьте. Да? Да. И это все происходило. Поэтому пустыня, это всегда подготовка. Там, где должна умереть наша гордость, наше, наше должно уйти, а Божье прийти. Но, знаете, к пустыню можно иногда не пройти. Потому что мы знаем пример с еврейским народом, они неправильно прошли в пустыне. Они не искали своего. А все остальные, они искали земного, да. Они говорили, почему это не так, это не так, это где Бог, где Моисей, куда ведешь, почему это. И вот это ты, и они, написано, непокорные, они остаются в знойной пустыне. Представьте, непокорный человек. Непокорный кому? Не людям, Богу. Потому что, когда мы непокорны, прежде всего, непокорный Богу, непослушный Богу. И вот послушание Бог вырабатывает в этих пустынях у нас. И Он нас не оставляет. И вот эта песня. Давид, он много пустынь тоже. Давид, он бегал по пустыне. Он уже был царем, представьте, его уже благословили по царям. Но он бегал по пустыне от Саула. Пока исполнилось вот это пророчество, должно войти в силу. Представьте, его помазали, когда он был вообще юношей. Помните, да, когда пришел пророк? Он был юноша. Но это не значит, что он стал сразу царем. У него еще был длинный-длинный путь. Но в этом пути Бог работал с его сердцем. Так же, как сегодня. Мы избранный народ. Мы, каждый из нас, мы имеем Духа Святого. В нас вложено уже все небо. Вся полнота. Но это не факт, что ты этим уже являешься в видимом мире. Бог сегодня готовит каждого из нас. Наши сердца. Он нас смиряет, очищает, как Толя говорит, от мира, от всякой информации. Хочет, чтобы мы были сосудом, как написано, сосудом в честь, преданным Богу. Потому что Бог не может использовать сосуд, который грязный. Он наливает свою воду. И Он не хочет, чтобы в этой воде были примеси, миры, отраву вот это. И Он не может потом поить других людей. Он не может тебя использовать, если ты весь смешан и перемешан. И для этого Он вводит в пустыню, где должна умереть наша гордость, наши амбиции. И все, все. И осталось только Божье. Это процесс. Это не один день, не два. Мы, в принципе, все время в этом процессе находимся. Но этот процесс важно проходить правильно. И вот Давид пишет здесь, да? Кто двадцатый? Возвожу очи моих горам. Возвожу очи моих горам. Как бы ни было плохо, как бы у тебя там что-то внутри не происходило, возводи очи горам. И Он говорит, откуда придет помощь моя? Оттуда помощь наша, во всем. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Представьте, помощь наша от Господа, сотворившего небо и землю. Который вообще, Он всемогущий Бог. Но Он хочет, чтобы мы полагались на Него. Не на свои силы. Он говорит, не даст, третий. Не даст Он поколебаться ноге твоей. Не воздремлет хранящий тебя. То есть, это Бог вникает. Он никогда не забыл про тебя. Он никогда не занят чем-то важным. А ты как-то... Нет, Он не дремлет. Он хранит тебя. Он работает с нашим сердцем. С нашим мышлением. Он меняет, чтобы мы начали думать, как Он. Свои мысли вкладывает. Он не даст тебе поколебаться. Потом не дремлет и не спит хранящий Израиль. Господь хранитель твой. Господь сень твоя с правой руки твоей. Господь сохранит тебя от всякого зла. Сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Представьте, какое обетование. Но для этого нужно что? Возводи очи своих горам. Как мы сказали, отдавай Богу жизнь. Отдавай. Мы отдаем... Предаем ему... Я говорю, за раз невозможно. Кто-то если скажет, я все отдал Богу, я не поверю. Я все, я полностью. Мы все в процессе. Мы не можем сказать, все, мы сто процентов. Нет. Но Бог... Важно, я всегда говорю, важно находиться в этом процессе. И не смотреть, а вот он так, а я не так, значит я хуже. Нет. Ты в своем процессе, тебе главное не останавливаться. Каждый движется своей скоростью, да, как сказать. У каждого вообще. Нельзя никогда себя ни с кем сравнивать. Это самое последнее дело, себя сравнивать с кем-то. Смотреть на кого-то и говорить, а видишь, он так, а я не так, значит что-то... Нет, у тебя свой путь. Бог с тобой работает так. А с ним так. А с ней так. Это не значит, что он если с одним человеком так работает, с тобой по-другому, значит ты какой-то не такой. Нет, главное сердце у тебя должно быть правильно. И ты должен предаваться Богу. А он уже знает, как тебя вести, потому что у него... Его пути не наши пути, да? А его мысли не наши мысли. Аминь. Аминь.